В этом году природа балует любителей зимних забав. Холмы, поля и леса укутаны белым снежным покрывалом вот уже почти три недели. И, согласно прогнозам синоптиков, впереди еще много прекрасных дней, когда зимнюю усталость можно будет развеять активным отдыхом на природе. В Даугупилсе наслаждаться свежим воздухом можно на горках, раскатанных практически в каждом микрорайоне города, а также на специально оборудованных спортивных объектах. Разумеется, при этом необходимо соблюдать все требования эпидемиологической безопасности. Одно из любимых мест Дагупилчан – стропская трасса активного отдыха и спорта. В зимний период она приспособлена для лыжников, поэтому заниматься здесь могут как профессиональные спортсмены, так и те, кто еще только осваивает навыки катания. Посетителей призывают быть взаимовежливыми и соблюдать правила поведения, оговоренные на специальных информационных стендах. Подготовка лыжни – трудоемкий и сложный процесс, поэтому желающих наслаждаться свежим воздухом соснового бора во время неспешной прогулки просят не выходить на саму трассу, а передвигаться по обочине, так как соль и песок с подошв обуви просто губительны для тщательно укатанной поверхности. Для катания на санках спортивный объект также не предусмотрен. Для этого увлекательного занятия лучше выбрать любую из горок, которыми так богат стропской лес. Уже много лет зиму в Дагу после трудно себе представить без открытого катка. К сожалению, в этом году из-за пандемии, чтобы не допустить массового скопления людей, пришлось отказаться от установки общественных катков на площади Вены и Басы в Центральном парке. Ледовый дворец также не может сейчас принимать любителей покататься на коньках в своих помещениях, но альтернатива все-таки нашлась. С 19 января неподалеку от Ледового дворца заработал каток, установленный Даугапевским Олимпийским центром. В основном он предусмотрен для наружных тренировок спортсменов, но на несколько часов в день он поступает в распоряжение всех желающих покататься за небольшую плату. Здесь же можно взять коньки на прокат. Из-за ограничений, вызванных к Ви-19, посещение катка строго ограничено. Одновременно здесь могут находиться не более 10 человек, и делать это они могут только строго по записи. Представители ДОЦ отмечают, что все места на 19 и 20 января были зарезервированы буквально в течение получаса. Планируется, что на время отцепеля, которое обещают в конце рабочей недели, каток прекратит работу, но в дальнейшем будут рассматривать варианты, как хотя бы по выходным обеспечить большее количество часов для публичных катаний. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугатской городской думы.